Приветствую вас. Я думаю, что ответом на ваш вопрос будет такой, с одной стороны, несколько личностный подход к проблеме, потому что мне кажется, что проблема здесь в некоторой степени личностная. Ну и, конечно, то, что сказал мой коллега Кудряшов Игорь Леонидович, игнорировать тоже ни в коем случае нельзя, потому что в том, что он говорит, есть определенный смысл и даже больше. Смотрите, вы говорите о том, что, значит, хотите помочь знаете как. Я думаю, что лучше всего, что вы можете сделать, это помочь своему сыну в соответствии со своими сэндвичами. Что это значит? Это значит, что в соответствии с тем, что слова сложные, вы высказываете ему свои слова поддержки. То есть, если, к примеру, для вас важно, чтобы у человека был, допустим, свой заработок, какая-то своя история, если вам важно, допустим, чтобы человек, ну, как-то вот вынимался, да, тем, что он допустим, допустим, считает, ну, важным, считает, для себя полезным, нужным и прочее. Если вы считаете так, то, соответственно, и ваша поддержка, ваши слова поддержки, они как-бы исходят из этого, из-за того, что человек должен реализовываться, вот, если давать это важно, скажем. Если вам важна семья, да, если, ну, если голова семья не пустой, допустим, звук, вот, то вам нужно давать, вот, как раз, слова поддержки, именно, с точки зрения семьи, с точки зрения семьи и отношений, вот. То есть, здесь очень-очень важно то, насколько вы искренне в своих, ну, вот, в своём, а-а-а, в таком, в таком, ну, в своём поведении, да, насколько вы последовательны в своём поведении, вот. Вот. Это очень важно. И уже, в соответствии с этим, уже, в соответствии с этим, можно будет, о чем-то говорить, уже в соответствии с этим, а-а-а, можно будет, а-а-а, значит, что-то вам рекомендовать. Дальше. А-а-а, у сына вашего, а-а-а, идёт, м-м, в какой-то степени, больше ориентир на отношения. На отношения сами по себе, нежели чем на-а-а-а, человека, с которым он, ну, находится, находится рядом, находится вместе. А-а-а, это позволяет сделать вывод о том, что человек нуждается, по какой-то причине, человек нуждается, именно в отношениях. Вот. Не в том, чтобы сделать, э-э-э, свою партнёрцу, например, например, счастливой. А именно в том, чтобы, ну, именно в отношениях, человек нуждается. И, на мой взгляд, э-э-э, это тоже серьёзная проблема. То есть, каким-то таким образом получилось, как-то так получилось, как-то так вышло, э-э-э, что ваш, э-э-э, вот, э-э-э, сын нуждается именно в, именно в отношениях. Вот. Не в том, чтобы сделать человека счастливым, э-э-э, счастливым, как я сказал, а именно в отношениях. И это, на мой взгляд, очень, очень, э-э-э, очень важно. Вот. Потому что, э-э-э, это означает, что вашему сыну, да, чего-то не хватает. Вот. И не хватает чего-то достаточно серьезного. Вот. И здесь надо бы провести некую параллель с тем, как вы себя ведёте, с тем, что вы хотите ему помочь, вот, с тем, что вы хотите дать совет. На мой взгляд, э-э-э, здесь, э-э-э, ну, вот, можно провести некой параллель и увидеть некую взаимосвязь. Какую именно, э-э-э, увидеть, допустим, взаимосвязь, это уже вопрос немножко другой. То есть, какая связь между тем, как ведёт себя, ваш сын и ведёт себя вы. Но, тем не менее, связь эта есть, и он их не увидит. Э-э-э, чисто глобально, чисто глобально, на мой взгляд, опять же, э-э-э, мощно вести речь о том, э-э, что вашему сыну поможет научение ответственности. Такой вот, если чисто глобально мы говорим здесь. Э-э-э, что такое научение ответственности? Научение ответственности, это означает, э-э, последствия своих действий. То есть, вот, чётко какое-то такое понимание, э-э, чётко осознавание последствий, последствий своих действий. И, э-э, в этом плане вы можете поддержать его, просто говоря ему о том, что какое бы решение ты не принял, я тебя поддерживаю ему. Какое, какое бы решение ты не принял. Но, смотрите, какая получает штука. Ваш сын как бы обижался, на то, что вы не даете ему, э-э, той поддержки, которую он хочет. Вот. Возникает вопрос, откуда подобная обида? Вообще. Вообще. Почему подобные, подобные обиды, э-э, ну, имеют место быть? Вот это очень важно. Почему ваш сын ожидает от вас, в общем, такой довольно серьёзной поддержки? Ну, что его навело на мысль о том, что вы, что вы ему такую поддержку можете дать? На мой взгляд, это крайне важная история, э-э, вот, там, потому что, э-э, есть подозрение, что человек, к вам, э-э, привязан, э-э, сильнее, чем, э-э, ну, это должно быть в норме, вот, и, так вот, опасение. И из-за этого ему достаточно сложно выстраивать отношения с девушкой. Он чувствует такую неуверенность в себя. Вот. Так что, он, во-первых, заключается в том, насколько вы своего молодого человека... Ой, это своего сына, здравствуйте, своего сына, а насколько вы своего сына отпустили, да, насколько вы ограничены друг от друга, понятно, что вы о нем заботитесь, понятно, что вы о нем переживаете, вот, но очень важный момент и в том, чтобы каждый раз не был приятен другому, когда это откровенно вредит. Смотрите, в этой ситуации, которая сейчас произошла, помочь вашему сыну, не сказать, что можно вам, потому что это его опыт, и ему надо через этот опыт пройти, пройти самому, без вас, вот, потому что это его опыт. Это его опыт, это его, сейчас, жизнь, и в прямой телесфере, ну, кстати, но я спрашиваю вас о том, почему, почему вы хотите ему помочь? Я спрашиваю вас, наверное, об этом. Вы хотите ему помочь, чтобы что? Ну, только, вот, постарайтесь честно ответить на этот вопрос, как можно более честнее, если вы, ну, честно ответите на этот вопрос, то уже будет понятно, в чем проблема заключается именно ваша, и ваша проблематика не будет влиять на на этот вопрос. Поэтому всё, я надеюсь, что помог вам в этом плане, а теперь давайте пройдёмся по вопросу. Значит, мой мой сын, 19 лет, собрался снимать квартиру, проживёт в своей девушке. Так, скажите, вы верите в него? Верите, что он сможет это сделать? Вот. Девушка вроде как не хочет, но, согласно, так и это удобно. Вместо учёбы, ближе с родственниками есть какое-то недопонимание. Ну, значит, так. То есть, вы не уверены насчёт того, как относится девушка к вашему сыну. Сын переживает, что она потом передумает, и они расстанутся вовсе, понимаете, отношения важны, чем? Чем для него? Чем для него эти отношения важны? Скажите, вы сами в отношениях сейчас? Есть у сына, эээ, удачна модель взаимодействия мужчины и женщины перед глазами. Я, наверное, как и многие, начала давать советы. Так, здесь вы сравниваете себя с другими людьми. Чем я давать советы? Зачем? Чтобы не зацикнулся на отношениях, занимался также своим образованием и развитием. Ну, по сути, вы здесь игнорируете то, что вашему сыну важно. Я рекомендую вам овладеть активным слушанием. Активное, что такое активное слушание? Изучите, изучите в интернете. В ответ исключилось, что хочет своей поддержки, что у него все получится, отношения, имею в виду, хочу помочь, но не знаю как. Но об этом я вам, в принципе, уже сказал. Вот. На этом все тогда. Надеюсь, что помог вам. Если понравился мой ответ, буду благодарен за его оценку в качестве лучшего. Я желаю вам всего самого доброго. Удачи! Удачи!